На горном воздухе есть специальные кабинки для провоза велосипеда наверх. Сейчас попробую забраться на вершину этой сопки и прокатиться с ветерком вниз. Прекрасный вид, тишина, природа. Хорошо, что сегодня пасмурно, нет такой жары и духоты. Там отдых и свежесть. Снизу же ручит горный ручей. Забравшись наверх, попал прямо в облачный фронт. Это невероятно, как ежик в тумане. Вот такой классный лежак для созерцания природы я нашел. На вершине сопки есть ресторан 601. Это панорамный комплекс. Зайду проведать моё любимое пирожное. Называется Павлово на Сахалине. Интересно, осталось ли оно? Крабы огромные, посмотрите. Вот таким образом выглядит знаменитый местный десерт Анна Павлова на Сахалине. Напомню, что Павлова это обычный десерт, связанный с безешкой, с меренгой. Так вот здесь в меренгу добавляются морские воды, алицетельно морская капуста. А как топпинг красными точками, скраплениями добавляются ягоды клоповка. Это был очень интересный десерт, который я попробовал первый раз в свой прошлый визит на Сахалин. Но и настолько был впечатлен, что решил приехать еще раз сюда. Забраться на высоту 601 метр в ресторан, который находится прямо на вершине сопки, курорта Горный воздух. Так, Павлова на Сахалине. Сначала отдельно. Ванильный крем. Отдельно меренгу, пластиночку меренги. Попробуем. Вот вы видите здесь вкрапление морской капусты. Ну, просыпчатая. Очень сладкая. Теперь отдельно попробуем вкрапление в поповке. Вот это красное. Нечто среднее между крыжовником и смородиной. Ну, а теперь сделаем так, чтобы во рту все поженилось. Берем фрагментик меренги, сдабриваем кремом и добавляем клоповку. Итак, создаем вот такой аккорд из трех звуков. Ну, и отправляем на свадьбу. Да, но это удачно. Влажный крем объединяется с сухой меренгой. И нотка кислинки создает остроту ощущений. Великолепно. Слышите, как поют птицы? Здесь, кстати, зимой лыжная трасса проходит. Велотропа Твист. Интересно, здесь большой уклон, я справлюсь. Еще одна велотропа. Называется первая. Какую выбрать? Какая более безопасная? Ну что, я погнал на первую велотропу, наверное. Начну с нее. Нет, это вообще как возможно. Видео не передает, но здесь огромный склон. Я возвращаюсь обратно, вы меня просите. Я выберу детскую трассу, наверное, сегодня. Спущусь лучше по дороге. Я понял, что к таким горным тропам я еще не готов. И велосипед не совсем подходит. Здесь нужны тормоза, конечно, дисковые. С такими, я боюсь, не смогу затормозить. Очень опасно. Вот это маршрут мне сейчас ожидается. С высоты почти километров спуститься в полном тумане. Ничего не видно. Батюшки, паленым запахло. Вот так вот. Надо охладить чем-то. Все, вот я и выехал из облака. Получил вот такую интересную укладку. Облачную, так сказать. Все уже довольно все прозрачно. Все видно, дорога ясная. Вот такой необычный маршрут здесь с высоты 601 метр. Очень необычная штука. В Южно-Сахалинске абсолютно нет ничего похожего на Макдональдс КФС. Поэтому здесь местный Макдональдс. Это кимчи-стоп. Такая же еда быстрого приготовления, но только с корейско-китайским уклоном. Пристегнул велосипед, еле отыскал по карте и добрался до сюда, чтобы успеть поужинать. Сейчас на часах больше полуночи. Уже настал новый день. Пока в Москве еще только вечер. И вот такой вот кимчи-стоп. Такая местная точка, где можно перекусить. Продолжение следует...